Аня, насколько на вас влияло внедрение, узаконивание однополных браков, потому что это тоже можно делать, с вами бы так и не делали, я бы рекомендую тебя. А у меня что-то погонялось? Ну, в смысле, их будут женить активно. В Чехии регистрируются однополные браки, только если кто-то один, гражданин Чехии. У нас были случаи, когда мы хотели... Я слышала, что русские приезжают, или казахи здесь жениться, но не факт, что так. Это не официально, это чисто символика, то есть это фотографии, да, это все равно воспламинания, там, для них это правило. И просто не все агентства хотят за это браться, потому что это, вроде, для всех, что называется... Нет, для нас это абсолютно предрассудки, мы с удовольствием уже такое сделали. У нас были заявки, но, к сожалению, официально поженить просто невозможно, а символики пока на нашей практике нет, но я буду рада, если будет. И вот евреи, то, что, как бы, они все-таки могут жениться евреи на нееврейках, благодаря, как бы, тому, что эти браки могут признаваться, насколько вот это вот тоже ваш сегмент, и насколько он на вас там влияет, или там тоже дележка сильная... Честно говоря, мы, как бы, мы не настолько вот прям так ориентированы на Израиль, да, у нас, как бы, есть клиенты из Израиля, мы работаем с ними, но это не наш, как бы, основной, как бы, потенциальный, скажем так, клиент. Там немножко другая история, как бы... Они пытаются бесплатно все сделать. Да, и бешеная конкуренция русскоязычных агентов по свадьбам, вот что вы с этим всем, всех убить, что с ним делать? Ну, надо искать в себе, как бы, изюминку, скажем так... Потому что у всех, вроде как, и одинаковый стандарт, и фотограф хороший, и замок хороший. То есть, в принципе, так же и многие... И цены особо не снизишь, потому что уже куда снижать? Да, куда снижать, это уже работать себе в минус, это смысл... А наоборот, в два раза дороже не вариант. В два раза дороже тоже не вариант. В два раза дороже те клиенты, которые хотят дорого, богато, красиво и так далее, они поедут на Кома, в Италию, во Францию, они сюда просто не за эти деньги не поедут. А вот эти попытки отсюда выйти, там, на Италию, например, вот как делает этот, господи, сейчас есть, у нас один из них, хэппи-вэдинг, то есть хэппи-вэдинг. Потому что они же делают какие-то прямые академии свадебные, и там вывозят это все. Насколько это выгодно, и насколько это имеет вообще... Там же наверняка свои тоже есть агентства. Да, естественно, тут как бы своя кухня, каждый преследует какую-то свою определенную цель, то есть... Насколько это имеет смысл вообще в этот клан? Я считаю, что не имеет смысл это вообще никакое, что я живу, я этим занимаюсь, какой смысл мне специально ехать куда-то, чтобы там что-то делать через тех же посредников. То есть как бы, но тут все-таки немножко разные, эти свадебные всякие учебы и свадьбы за границей, допустим, знакомые. То есть это исключительно пиар, который особо не обязательно будет примет потом какой-то такой оборот? Ну, там идет потом, грубо говоря, потенциал зарабатывать деньги, чтобы продавать себя как учителем. То есть ты ориентируешься не на клиентов, которые хотят пожениться, а на тех людей, которые хотят познать этот мир свадеб, может быть, когда-нибудь открыть свое агентство, то есть это как бы просто ты будешь учить. У нас был опыт, мы снимали на кома свадьбу, то есть мы привозили команду видеографов из Праги, туда приехали, все сняли красиво. Там все очень классно и красиво, но я в этом не вижу, честно говоря, никакого потенциала для нас, когда чешских местных ребят развивать прям так. Конечно, да, это бы было классно и красиво, но не вижу в этом. У нас большая команда, команда небольшая, такой как бы семейный бизнес, единственное, что в чем как бы наша такая, ну, можно сказать, изюминка в том, что мы говорим на разных языках, то есть у нас есть и англоязычный сайт, и есть сайт на китайском. То есть мы, у нас есть опыт работы с китайцами, и Гонконг мы уже начинаем работать, то есть, ну, таким образом, что как бы, это, можно сказать, наша отличительная черта, потому что в Праге из свадебных агентств с иностранцами работают, из русских свадебных агентств с иностранцами работают очень немногие. В основном все-таки все работают, это Израиль и русскоговорящие страны. То есть до этого, когда было очень много русскоговорящих туристов, вы с ними снова работали, а сейчас их меньше, и вы уже начали перестать. Нет, мы сразу начинали работать со всеми, да, то есть, английский не проблема, французский у нас не проблема, китайский не проблема, соответственно, русский, чешский, то есть, с любым клиентом мы начинали работать сразу же. То есть у вас есть человек в команде, кто говорит на китайском языке? Здорово. Есть человек, который сидит в Шанхае и как бы двигает дальше эту тему, ну, так же, как и есть человек в Москве, ну, как бы, по-то общей теме это и... А это партнеры какие-то, с которыми мы там договаривались, которые работают на вас как на фултайм или это... Ну, у нас партнерские отношения, по поводу китайского, например, это просто говоря, то есть сестра моего мужа, то есть она, как вы говорили по-китайски, училась в Шанхае. В Москве у нас наш партнер, то есть у него нет никакого фултайма, оклада и так далее, но мы как бы работаем под одной идеей, скажем так. Вот, ну, как бы со свадьбами все тяжеловато, так же, как и, в принципе, наверное, с туризмом, я так понимаю. А как-то пытаетесь развиваться, когда, понимаете вы, что в этом сложно? Ну, да. Или больше маркетинговые какие-то... Ну, на самом деле, такого какого-то особого ступора не было, то есть, в принципе, вот мы пять лет этим занимаемся и каждый год он был более-менее как бы таким достаточно стабильным, удачным, все шло как бы хорошо, единственное, что последние два года, они, конечно, тяжелые, если прошлый год был такой, как бы мы вообще жаловались, то этот год прям вообще как бы уже вспоминаем прошлое и радуемся. А вот у вас был три года назад, ну, шикарное просто было время. Шикарное, да. Я просто занималась, извините, за перебью, я откуда знаю Наталью, я ходила, гладила свадебные платья. И с их агентства, с их агентства просто было наибольшее количество заявок, вот практически, что не день свадьбы, свадьба, 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 каждый день была свадьба. Золотые времена. Ностальгия. А с вашего агентства мы ездили в замок, куда-то за город ездили? Ездили, куда мы только не ездили. Да, вообще просто это, ну, было замечательно. Да, к сожалению, как бы, ну, начался такая стагнация, как бы, уже думали, что да как, бросать это не хочется, потому что это приносит огромное удовлетворение, это нам нравится. Да, по деньгам, конечно, меньше, но руки никогда не опускались, в принципе, не опускаются и сейчас. Просто, как бы, вот в этом году мы уже с весны решили, скажем так, попробовать себя в организации концертов и мероприятий. То есть, мы провели несколько концертов, сделали два стендапа здесь, в Праге мы привозили из Москвы стендаперов, из Лобина из Comedy Production. В общем, то есть, ну, попробовали музыку, попробовали юмор, куда-то мы идем однозначно, но пока вот как бы вот так. Но это очень интересно, в том плане, что, в принципе, вот эта организационная вот эта вот работа, как project management, мы поняли, что раньше ты там делаешь свадьбу, не знаю, на 20-40 человек 50, вот ты как бы, да, это все делаешь от и до. Сейчас нам сделать концерт на 600 человек в Праге, по большому счету, это та же свадьба. Ну, понятно, что это, ну, на самом деле, на самом деле, это та же свадьба, то есть, ты ничего там нового, велосипед-то не как бы не изобретаешь, ты просто держишь в голове еще кучу там деталей везде, ты думаешь, что такая голова квадратная, не только у тебя, но и у всей команды. Но, по большому счету, ты можешь все, если ты уже у тебя есть какой-то определенный багаж. А артисты с радостью соглашаются здесь выступать или нет? Конечно, с радостью они получают гонорары, им оплачиваешь перелет, суточные, прошиваемые. Они с радостью приезжают. Сейчас концерт, вот, Настаса Михайловна, я слышу, там, в твоих билетах продалучь и сразу не отменили. Возможно, но мы Стаса Михайлова не привозили и точно не привезем. Я тоже так считаю. Он очень дорогой. Он очень дорогой, ну, там куча всяких своих нюансов. И, конечно, отменяются, потому что вообще этот бизнес, он очень-очень тяжело, не знаю, подъемный. Это просто миллион рисков, за которые платишь ты, если у тебя нет, конечно, какого-то там суперспонсора. Гастроли ЦЗР, по идее, первые же начинали во всем этом, да, как Рузал Билов? Это лет десять еще назад. Раньше все было хорошо до определенного момента, типа года три назад, где-то четыре. Потом все уже, все пошло на спальню. Да. Ну вот, например, там, в Германии, в свою очередь, очень много войск. Там другая кухня, там абсолютно все по-другому. Во-первых, само русскоговорящее население там другое, оно с радостью туда ходит на эти концерты. Здесь многие удавятся пойти за пятьсот даже кромкой, да, они пойдут в его попьют в гуси и домой. Это они акклиматизировались, совсем все правильно. Да, все равно на культуру. Многие на культуру, допустим, на юмор. Ну, как бы, ну, на концерты еще одна я музыку приду послушать, а вот за юмор еще и платить. Ну, вот комедиклап, но на второй раз больше было людей, да? Да, было больше. На второй раз было больше. Ну, зависит от кого он зовешь, наверное, еще? Все студенты, наверное, были, да, как я понимаю? Студенты, в основном, были? Разные, настолько разные, так интересно вообще. Ну, как бы, вот наши вот эти два, то, что мы проводили на стендап и привозили злобины из камеди, ну, как бы, это, конечно, успех. То есть, единственное, что это нужно прививать, показывать. Потому что, когда мы первый раз в мае показали, что, ребята, вот здесь как-то может быть классно. И те, кто пришел в первый раз, они уже вообще не думали, они уже просто ждали, когда они придут в октябре снова. То есть, это надо просто ходить, показать, что да, как классно. А реклама-то какое сделали для первого раза, для второго раза? Ну, реклама, все наши пражские ресурсы, потом расклейка постеров, не знаю там. Рада же, везде. Наш лейтинг, постеры, газеты, интернет. То есть, нельзя понять, что лучше работает, да? То есть, нельзя понять, какой источник рекламы больше работает. Все надо. Все надо, да? Какую сумму примерно наложили в рекламу? Вот в рекламу все лучше было. Я так бы, честно говоря, до суммы он не сориентировал. У меня должен был сегодня выступать со мной муж, но он случайно улетел. Ирония зубы. Да. По иронии судьбы он во вторник решил, что они ночью улетают с другом в Египет. Поэтому он как бы в концертах больше, скажем так, в теме. Я больше помогала, но тем не менее, мне очень понравилось. В рекламу? Ну, много идет в рекламу. А как, если ты не расскажешь, что ты делаешь какой-то ивент, то кто к тебе придет? Большая часть бюджета идет на рекламу. А какие вы залы под это снимаете? То есть, какого? Мы делали в ССОЗУ наши стендапы. Сколько там минимум, максимум должны продаться билеты, чтобы это вообще состоялось? Ну, как чтобы состоялось? Если ты уже что-то делаешь, что оно уже состоится. Нет, это не бывает, что продают, продают, а потом отменяют, деньги возвращают. То есть, посчитали, что вот невыгодно, делали. Ну, какой-то должен быть плюс по минимуму затрат. Ну, естественно. То есть, есть такое понятие, как предпродажа билетов. То есть, ты уже примерно понимаешь, что у тебя продано, допустим... То есть, продал достаточно уже или 50% должно быть? Да там, смотри, какие бюджеты и как это, кто все считает и кому это, сколько нужно денег отбить за это. Все же спонсоров находят. Конечно, спонсоры, то есть, спонсорские пакеты. Это привлечение как бы без спонсоров как бы вообще тяжеловато. То есть, это фактически ты вкладываешь то самое, это делаешь как ты... То есть, нельзя отбить на входных билетах? Ну, практически. Лучше привлечь еще. Конечно. А у вас были спонсоры? Были. Были оба раза спонсоры. Привлекали. Вот второй раз, по-моему, даже были новые спонсоры. Вот, например, Крестил, то есть, застройщики крупный, издаточный. То есть, они должны быть ориентированы на русскоязычный рынок в том случае? Да, конечно. Ну, а иначе им это не интересно, потому что на наши мероприятия придет только русскоязычный рынок. То есть, Чехов там говорить в очередной раз, что вы знаете, а у нас тут еще охватите тот или иной сектор, особо не работает, да? Ну, еще классно, когда руководитель этого, этот спонсор сам любит эту группу, к примеру, да? Да. Вот это вообще вот супер-классно. Он, да. Единственное, еще бывает такое, что спонсоры хотят... То есть, найти в Фейсбуке, что нравится руководителю? Да. То есть, например, директору честкоиспоможительного нравится, а та не сплинг группа, да? Да, мы там не знаем. Да. Ему на дачу заказать. Как происходит поиск спонсоров? То есть, у кого что, где какие знакомые? Да, по знакомым у кого, у какой-то, допустим, там, русскоговорящей компании, да? Если, допустим, ну, мы знаем, что, в принципе, в теории у компании есть деньги, то есть, есть определенный бюджет, который они могли потратить на свою рекламу таким образом, то, да, обращаемся, у нас там презентация, есть разные спонсорские пакеты, там, от и до. То есть, в принципе, мы даже наши спонсорские пакеты, мы адаптировали, там, разные компании, у которых, ну, вот, есть только столько денег, они могут столько дать, но, тем не менее, очень хотят, ну, ладно, хорошо, давайте тогда поиграемся с этим пакетом. Если ты хочешь выступить спонсором, то это не просто, как вот, ты деньги дал, и вот, как бы, вот, а я спонсор, там, просто, вот, ты получаешь входные билеты, потом, там, куча всяких бонусов, 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 и вообще, такое ощущение, что, в принципе, спонсором-то классно быть, как бы, ты еще и потом пригодишь у всех на это мероприятие. Спонсорский пакет, что включается в него, например. То есть, этот спонсор появится, как бы, на рекламных бюджетах, да? Да, абсолютно на всей рекламе, потом будет реклама на мероприятиях, то есть, это, например, презентация, допустим, там, PowerPoint или что-то, и ведущий будет, ну, как бы, озвучивать постоянно несколько предпауз спонсорских или далее. Вот. Как это так? По поводу, вот, других свадеб находился. Извините, пожалуйста. А пакеты от суммы какие нужны? Да. По-моему, там, от 500 евро. Это меньше не было. На 4000, наверное, да, или там сколько угодно уже? Или максимума уже нет? Максимума нет. Не знаю. Но, как-то, никто максимум и не предлагал. Мы не ограничиваем. Я бы не дала 100 тысяч крон, потому что здесь столько людей не придет. Конечно. Сумасшествие, я бы сказала. 100 тысяч крон домой. Да только если за один вечер спустить, ну, прийти с друзьями на концерт, но они за 100 тысяч крон. Ну, в принципе, пять лет назад уже нас было много в свадебах. Я вообще работала в финансах, а муж у меня работал в туризме. И он из туризма эту идею как бы и принес. И мне она так понравилась. Причем, как бы, там, в принципе, никаких капиталовложений не требуется от тебя. Ну, как бы, свадьбы-свадьбы, в том плане, что там, ну да, это как бы вот создание сайта, каких-то материалов, там, офис и так далее. Ну, это не так, чтобы, я там не знаю, чтобы... Упало оборудование. Да, конечно. Поэтому, почему бы и нет, давай попробуем, да, конечно, давай попробуем. А когда это начинает прямо идти с первого же года, и ты видишь, ты видишь потенциал, тебе это нравится, и вообще как-то все классно, то оно и пошло, и уже даже не было сомнений на что. Какие-то другие мероприятия, вот в Новый год, например, вы это делаете, нет? Мы, получается, вот когда, в прошлый год у нас, да, был такой тоже уже как бы тяжеленький, и мы наняли тоже еще девочек, посадили в офис, мы начали заниматься корпоративными всякими мероприятиями, то есть для русскоговорящих компаний, которые приезжают в Европу для различных, ну, там, не знаю, у кого-то конференций, у кого-то какие-то поездки, куда-то на завод, ну, грубо говоря, вот, как бы, вот корпоративные всякие мероприятия. Позанимались мы этим делом, как бы все, там тоже своя кухня, но, в принципе, это еще, как бы, менее прибыльно, чем свадьба, то есть это, так, прям, на энтузиазм. Ну, а все, ну, и поздно, а нефть, а нефть? Ну, у нас, единственное, у нас были интересные проекты, ну, во-первых, у нас вот партнер в Москве, конечно, и мы участвовали в разных тендерах, и мы выиграли тендер, мы проводили в прошлом январе, да, ну, почти год назад, почему прошлом, ну, вот в этом, получается, 14, сейчас 15, ну, короче говоря, в январе у нас с девочками летали. В Лондон мы выиграли тендер от Министерства образования России, директора московских школ и представители Министерства образования, они летали в Лондон на образовательную выставку. Мы полностью вот этим, как бы, занимались, проводили. В принципе, Европа, как бы, маленькая, все достаточно близко, и это оказалось тоже абсолютно, как бы... Не невозможно. И вообще не невозможно. Это как свадьба. Понять. Да, то есть, если ты, как бы, вот, основательно что-то делаешь, то и Министерство образования в Лондоне можно сводить на... Кто был в цирке, говорит, а кто-то, кто служил в цирке, не смеется, и кто свадьбу проводил, там уже все... Очень-очень страшно. То есть, вот делали, и конференция, это была интересная, конечно, выставка. Еще разные были, там, мероприятия корпоративные, но в этом мы не увидели такой, как бы, дальше потенциал и смысл это дело как-то развивать и продолжать как-то, допустим, в свадьбах. Хэллоуина, Новый год, значит, такого не будет? Не-нет. Только в качестве гостей. То есть, вот, а собирать все эти новогодние и прочие мероприятия тоже не имеет смысла, да? Не, ну как не имеет смысла, может быть, кому-то имеет смысл, нам, как бы, это не, ну, скажем так, неинтересно. Мы такие, как бы, очень земные, нам интересно все, откуда можно извлечь прибыль. Поэтому мы и так очень много работаем на энтузиазме, и его все меньше и меньше, поэтому за какие-то детские мероприятия и вечеринки вообще браться не хочется, потому что уже, в принципе, заведомо понятен результат, что ты там ничего не заработаешь. Вы же так, вы еще не энтузиазмы. Да, вы еще, как бы, энтузиазмы готовы. Вы прогорели еще на 10 тысяч, на сколько, что ли, прогорели? Так ладно, 10 тысяч, а мы-то прогорели на такие суммы. И тем не менее, все равно энтузиазм есть. А с чем вы прогорели, получается? Да ну, как бы, со многим. Но тем не менее. Какой формат вайп не пошел? Но опыт есть. Ну, музыка, например, музыка прям идет очень тяжело. У них тур по Германии, это почти каждый день по-разному таким городам, и сюда заскочат в Прагу и обратно по Прагу. Просто у них такая интересная штука, они взяли форум парни, там же очень много мест, я просто не поражаюсь. У нас в офисе лежит сотня билетов, ни одного проданного. Это как вот с Академией Ларисы Ренар тоже. Они хотят продать 300 женщинам интимный массаж за 2 часа 200 евро. Ага. За 300 женщин придут эти 9 минуты в фильмы массажа. Главное, там место даже. У меня все это картины из кинофильма «Аватар» напоминают. Ахахахаха. Дерево молятся. Нет, я ничего просто, я не смеюсь. Мне интересно просто, я пойду не считаю. Я также пойду в форум Гармин, посчитаю, сколько там до что на комедий-клуб. За цену билета стоят 5 лет, ты писала 3 тысячи кром? 3 тысячи. 3 тысячи кром? Да, они, по-моему, от тысячи. За что? За что? Ну, я вам скажу, за что. Ну, понятно, что там реклама, и прочее, и прочее. Во-первых, это весь, как бы, состав, он большой. Там команда, я думаю, приедет. Мало того, что они должны помочь быть в полном составе, потом там же еще куча, как бы, с ними людей из команды, которые их там красят на диван. Ну, это же не Масква. Ну, как бы, это же не Масква. Ну, как бы, это же не Масква. Дело в том, что москвичам не интересно, сколько здесь придет народу на это мероприятие. У них есть вот тариф, хотите меня, вот тариф, как бы. И вот мой райдер. Ну, хорошо, но местные же это понимают, что они нереальные. Особенно, если кто-то пытался этим заниматься и видит, как это на самом деле работает. Ну, они же... Масква представить местного, который пойдет на такой мероприятие. Вот такие деньги. Я просто... Я смотрела... Ну, не весь форум, не все. Да, немного ему кто-то придет. А сколько форума Карлина мест? Там больше, чем за СОЗУ. Там больше тысячи, там тысячи полторы. Да, тысячи полторы, две на СОЗУ. Да, тысячи полторы, две на СОЗУ. Даже из местных, вот, звезды театральные, которые туда еще тоже перестали приезжать, да, брали вот этот music call, как у нас, как у нас, как у нас, на колладиума называется. Не верно. Не верно. Не верно, насколько я знаю, тоже не заполнялся. Заполнялся. Ванника была недавно. Триста человек. Да, да. Третья часть. Третья часть. Были подружки, говорят, страшно, было так стыдно, что, в общем-то, звезда, прекрасный концерт, и очень молодой человек. И очень молодой человек. А кто у нас в Плине сейчас? Кто-то что-то там? Что-то там? В Плине был. Класс. То есть люди были, да? У нас звери не было в Чиколовке. Говорят, что много народу тоже было. У меня в прошлом году было на Верке Сердечке. Тут сидела, наверное, человек, не знаю, может, сто. И он говорит, ну, что ж я тут вам буду напрягаться, думайте, три часа, что мы. Пять человек, а я тут три часа работать буду. Ну, вот, час, час, наверное, десять. Ну, все. А, по третьему стою? Повторой тысячи, тысячи восемьсот. А, ничего страшного. А я вам уже напрягаться буду. А вот эти, вот, Эвелина Хромченко, вот эти там, да? Кто проводил? Я смотрела. Кто эти там? Это медицинское. Ничего, у них, они, у них, первое, этот, мы, им рекламу делали, и первые, получается, когда Василий был, продали все фактически, там, может быть, процентов пять зала было пустое. В этот раз, ну, процентов десять, может быть, было пустое, все продано. Поймали того, ну, то, что надо, и аудитория, которая здесь живет, именно женщины вот этого возраста, их человек Хромченко и этот. Поэтому все нормально. Хорошо. Ну, там, главное, да. Что же вы делаете? Что вы делаете? Достаточно удобно. Не, ну, понятно, что ее советы здесь, как мертвого припарка, просто... Главное, что есть покупатель, кто это покупает. Ну, если мы, как бы, и продолжаем, то, скорее, все-таки с юмором, то есть дальше есть. Ну, вот сплин же продался, да, звери продались. Зимфира? Вот, у нас сейчас была в полный зал. Ну, во-первых, я отлично знаю историю... С продажей сплин и зимфира. То есть раздачей звери. И сейчас мы метрою одна, сколько там через 10 дней. То есть, нам кажется, да, что там классно все продалось. На самом деле, как бы, может быть, и не так. Вот. Правда, никто не узнает. Ну, раз они едут друг за другом, едут и едут, значит, кому-то... Ну, так нормально едут друг за другом. А здесь по пути просто, наверное. Ну, артистов, в принципе, да, есть определенные условия. Если ты им делаешь тур, не тур, там, они могут идти на какие-то уступки. А если это какой-то единичный концерт, как будто его позвать, что-то сделать, то они, соответственно, не сильно пойдут на уступки. И уж тем более, они будут думать, а ведь правда, наверное, маленькая правда не соберется. Им это вообще пофиг. Не, ну, это понятно как бы. На самом деле, просто мне интересен человек, который это все здесь собирает и за все в итоге платит. Ну, тот крайний, точнее, который пытается на этом заработать. Сумасшедший. 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 Энтузиаст сумасшедший. Ну да. Поклонишь. А вот сплин был перед этим, кто еще был? Звери были после. Допустим, звери и сплин привозил один человек. Да, или два разных. Ну, допустим, сейчас мумитроль будет. Это звери. Это звери. Вот кто делал. Ой, это кто делал сплин. Ну шоу. Ну шоу. Это все три разные контакты. А кто это кто это? Попробовали. Они очень давно. Ну шоу очень много. Ну шоу очень много. Я живу в Праге давно. Тут кого только не перевозят. Да конечно. Ну шоу успеха. Я сама лично была на концерте любые. Они там через час сказали, ребята, вы какие-то такие смурные. Нам даже пить не хочется. А гастроли ЦЗ? Ну как гастроли ЦЗ? Ну как гастроли ЦЗ? Что вас в театре возникли? Нет. Вы не спрашивали. Потому что получается, все театральные коллективы тоже так себе получаются? Потому что русскоговорящие учащились в театре. Я... Вот как бы... Вот лично мое мнение, которое бы я вот хотела донести, в том, что русский здесь зритель, он какой-то... какой-то непредсказуемый. То он придет, то не придет. Очень загадочный. Не, ну как бы предоплата? Вся загадочность пропала, да? Предоплата есть. Там дальше загадочный и загадочный уже не наша проблема называется. Но, получается, ладно. Один раз собрал, продал. Второй раз собрал, продал. Третий, например, не получил. Четвертый, пятый не получил. То есть в каком месте надо остановиться, понять, что что же мне надо пытаться? Перед тем четвертым и пятым. Вот это вот. Не знаю. Насколько хватает энтузиазма. Или как кузино. Выиграл, выиграл, проиграл и дальше все. И только проиграл называется. Это как бы такое индивидуальное. Дело в том, что здесь русские входят очень много в Чехии, всяких развлекательных, там, театрами начинают. Да, конечно. Вообще здесь очень много. Выбор огромный. И не всем вот это лучше. Да, да, да. Типа, как вы помните, клуба, не каждый пойдет. Да, ну метроли, а не каждый пойдет. А нас вообще здесь не очень много, да? А гастроли устроить нельзя, чтобы дал артист хорошую цену. Вот в Германии, думаю, это хороший бизнес. Но там уже Миша знает. Да, да, да. Все правильно. Прага – это не та столица, чтобы делать деньги на культурных мероприятиях. Прага – или Чехия? Мы сделали кастроли просто. Конечно. При этом крупные фестивали, например, они же как Северон. Хотя у них тоже там своя кухня, что касается таких, как Мизиплот и прочие-прочие театральные. Ну, чешские имеют в виду, они же там иностранцы. Но они же там иностранцы. Но они правда на гранках там вроде не сидят. Ну, конечно, фестивали. Системографы в Польске. А? По поводу свадьбы еще. Собственно, вот эти свадебные агентства, да, с которыми вы как-то раньше делили тоже общепирон и прочее, им же надо тоже как-то переквалифицироваться? Вот случайно следите за тем, что застали? Это, знаете, как в туризме. Вот куча турагентств, гидов и прочее. Переквалифицироваться, кто во что в горах. Что со свадебными агентствами? Ну, как истории такие всякие разные и печальные и очень. Ну, кто как. Да, да. Ну, там, я надо этого, да, стала делать девичники. Тимур Сулейманом стал детей модных снимать, да. Там еще кто-то еще что-то. То есть кто-то в учебу обучать, обучать. Кто-то пытается оставить дома в Италию. Кто во что сейчас горах. Мы вот концертом отошли прощупать почву. Кто-то просто закрывается и все. То есть вот насколько есть вот еще какой-то сегмент, куда еще можно ударить, куда можно уйти без особых, так сказать, заданий. Не знаю. Вот у вас хотела узнать. Послушала про шкарнафы и про отели, что молиться на китайцев. Вот надо сейчас китайцев. Надо молиться на китайцев. Восозглавлять. Надо, чтобы Наталья могла в 12 часов приходить. Там, чтобы Лену послушали и поняли, что уже вообще. То все повесится? Нет, там можно два года сделать. Или нам можно хвататься за все и где-то повезет. Или уже как бы ничего не делать, потому что уже все американские евреи уже все забрали. Или пойти с детьми отмечать Хэллоуин. Да, да, да. Приходите во вторник. На Литинском острове, на корабле. Прекрасная презентация. Подпора среднего и малого бизнеса. Швенцарская компания. Работающая уже в 25 странах. Работающая с новыми направлениями. Вебкодами. Придете, послушайте сами. Увидите, почувствуете что-нибудь. Ну, спасибо за приглашение. Не знаю, я немножко тут говорю вот так. Неожиданно меня покинул муж. И я еще прострелила в спину. Еще у меня ребеночек. Не покинул. Я фотографию на фейсбуке видела с парнями. С друзьями. Ну да, вот он так раз нежданчиком улетел. Я сейчас не совсем такая мобильная. Вот сегодня пришла, потому что обещала. возможность поболеть, надо болеть. Пока мужик надо поболеть. Пока мужик надо поболеть. Пока мужик надо поболеть. И я вообще за здоровье. Придите в сибирские визитки. Собственно, вы, да, нас дали спасибо. Спасибо большое Наталье. И вам спасибо большое за внимание. Не болеют. Мы сегодня простоимся, закончили даже раньше. Спасибо, что дошли. Если есть вопросы, пишите, звоните. Спасибо. Спасибо. Спасибо.